Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна. Ну что, первые покупки в Юре Месси это в магазине Смешные Цены. Предупреждаю сразу, мой канал не о покупках люкс, брендовых вещей, кто любит качественные вещи, дорогие. К сожалению, это не мой канал. Ну, например, там, я не знаю, сумочку Кристиан Дион, там, Валенсиаго, разные другие бренды, не знаю, там, обувь Саламандр, ну, что можно еще привести, пылесос Дайсон, не знаю, столовые приборы за 20 тысяч Борг, ну, просто я упряжу, это не мой канал. Вот. У меня бюджетные находки, я их показываю, потому что у нас, как сказать, в стране, ну, я не могу сказать, что прям народ у нас прекрасно живет на широкую руку. Вот так. Ну, давайте начнем. Первое. Мама купила летний сарафан, да, магазин Смешные Цены, я этого не стесняюсь. Вот. Вот такой красивый цвет. Сейчас покажу. Да, можно, так сказать, может быть, что-то там выселивать. Как выселек. Вот так вот он выглядит. Мне нравится расцветка такая приятная. Вот она любит, ей такие цвета сиреневые, розовые. Вот сейчас жара у нас. Я, видите, особо даже без макияжа, только тон и блеск. И здесь вот такие два кармашка. Размер даже не знаю, какой у нее. Так. И делает это Славянка 54-й. Представляете? Немаломерка. Славянка, да. Надо такое посмотреть. Вот так он выглядит. Потом мама на себе покажет. Ну, это, знаете, это как ходовой товар. Кто-то халаты, кто-то сарапанчики носит. Ну, наверное, швы, видите, все ровненько. Строчка все ровненько. Ну, первая стирка, может быть, покрасится. Вот, все аккуратненько. Прошито все аккуратненько. Потом она на себе покажет этот сарапанчик за 700 рублей. И идет в размер-размер. Прям очень странно. Я удивлена. Мама молодец у меня. Вот так смотрится сарапанчик. Качество отличное. Красота. Это, конечно же, в моем любимом магазине Resort. Первая покупка – это футболка. Она была по 1000 рублей. Мужские – 1300. Может быть, сейчас цена уже снизилась, дешевле. Ну, мужские футболки в основном со скидкой 800-900-1000. Ну, это если совсем уже финальная распродажа. За 600 вы редко найдете. Это, скорее всего, вы женские футболки найдете. Там очень большой был ассортимент и коричневые с кактусами, и с кисками. И была даже по 600 рублей, но там 40, что ли, хлопок, 60, полиэстер. Интересные мужские костюмы летние. Как будто, знаете, полотенчик, а на самом деле хлопок. Очень классные. У меня в магазине Resort есть вещи, которым я 10, даже 12 лет слушаю. Ничего с ними не происходит. Вот такую футболку я взяла. Была чисто черная. Вот такая вот. XL. У него 50-52, рост 1,76 м. На себе он, наверное, не будет показывать. Но вот такая она как-то. Вот ему синие цвета, серые, черные идут. Потому что у него светлые волосы, голубые глаза. Жалко, ну, светлые мы не берем, потому что лето, марка. Качество отменное. Вот, за 999 рублей. Красиво очень. Она как-то, знаете, освежает вот эти орнаменты. Как-то освежает внешний вид. И сразу... А, еще была какая-то разноцветная. Там какие-то граффити. Все... Ну, правда, ты зашла в Нью-Йорк. Вообще, не понравилась. Половина синтетики. Берешь вот такое качество. Нет, может, какие-то брюки, спортивные штаны можно. Какие-то вот такие топики всякие. Может быть, можно. Юбки можно выбрать. Ну, посмотрите, какое качество. Я думаю, она ему долго. Беречь от огня. Стопроцентный хлопок. Футболка мужская. Многие там разбирали. Так что я резерв люблю. Обожаю. Так она стоила 1800. Ну, или РЕ. Так что распродажа... Вы сами знаете, что в июле распродажа начинается. Хорошо прошита, рукава. Все аккуратненько. Так что... Можно на следующее лето уже запасаться. Классная футболка. А следующее я хотела, может быть, какую-то кофточку. Летние брюки. Может быть, какой-то кардиганчики. Там тоже со скидкой брюзер женские. Купальники классные. По 1000 рублей. Даже по 800. Вот такие классные купальники. Вверх очень классные рубашки. Пиджаки. Обувь. Очень много джинс на распродаже. Но брюки летние были по 1600. Подороже. Я, как всегда, взяла джинсы. Они стоили 1000 рублей. А я вам ставлю ролик. На первые джинсы. Просто ради интереса. Одна и та же модель. Но другой цвет. И вы поймете, что они меня полняют. Они маловаты. Такой же фасоль. Но ткань какая-то плотная. Другая в отличие от этой джинсы. Вот эти цветы модели надо на размер больше брать. Брала джинсы. Тоже сороковой размер. Вот которые в мае я брала джинсы. Они немножечко стали мне даже свободны. Потому что я так поняла, что хорошая качественность джинса. Немножечко потом как бы разнашивается. Как и в Глори джинс. Так. Вот такие джинсы. Там были еще светлые разные. Но в основном, знаете, как размер идет. 36, 38, 40. 42. Какие-то были 44. Иногда, если вы не видите размеры, посмотрите, где в примерочной вешают. Иногда можете там найти. Вот так они выглядят. Но это больше, знаете, они такие поплотнее. Больше уже 15 градусов. 10, 5. Ближе к осени. Ну, можно и так. Вот видите, они поплотнее джинса. Кто-то знает, когда я в Глори джинс брала. Вот на Валберес. Хорошая качественность. Они могут немножко... И вот здесь видите вот такой орнамент. Джинсы. Супер хитчерейс. 40-й деним. 12-й размер. А стоили 3999 рублей. Ну, и на хлопок тоже. Ну, очень качественные. Джинсы очень качественные. Хорошие джинсы. Ну, хорошие еще джинсы в манго. Вот, смотрите. Класс. Потом покажу на себе. Но они такие плотненькие. В прохладную больше погоду. В дождливую. У них жарко будет. На осень. Думаю, почему нет. Потому что у меня те ноги джинсы сейчас велики. Мне кажется, даже эти немножечко будут свободные. Но они хорошие такие вот. Классные. Видите, джинсы отличаются. Здесь мягкая полная. Здесь такая какая-то плотная. Вот так они. Вот так смотрятся джинсы. Вот здесь мне нравится вот этот вот строчек. Она подчеркивает. Красиво смотрится. А светлые джинсы меня полная. Ну, вот здесь обычно. Они немножко еще в носке. Потом джинсы вот это растягивается. Как в Глории джинсы. Так что в РЕ, когда вы джинсы берите, мне кажется, они немножко будут выцветать. Цвет немножко со временем джинса будет выцветать. А так, видите, классные. На осень пойдут. Искала я гидрогелевые патчи. На зон что-то подороже они были. Валберис тоже. И заказала на Яндекс.Маркет. Они вообще были 200 рублей. Срок годности до 5-го, 27-го. Они были хорошо запечатаны. Пришли через день. Больше всего на них были отзывы, рейтинг. Хотела попробовать. Именно от натуры Сибирики. Их хвалили. Здесь у нас именно сияние, тонус с морщинками. Для области вокруг глаз здесь содержатся у нас водоросли. Витамин С, альфа-арбутин и экстракт камчатских водорослей. Разглаживает, глубоко увлажняет. Если долго за компьютером сидели. Что могу сказать? Жидкости в них очень много. Мне показались они короткими. Потому что в Фаберлик, например, эти патчи побольше. Другие я заказывала. Не знаю, китайский, корейский, на Валберис. Они тоже были побольше. Да, они не тонкие. Да, тут много жидкости. И нюанс, знаете, когда вы их нанесете, да, первый раз. Я их в холодильнике держу. Я даже буду тут... Ой, ну все. Вот эту штучку не сорвала. Сейчас, секунду. Вот они, видите, вот такие. И в них очень много жидкости. И надо ждать. Лучше не двигаться, ничего не делать. Чтобы они зафиксировались и впитались через 5 минут. А так они спадают. Патчи работают. Убирают синячки, разглаживают, ухаживают вокруг глаз. Даже как антивозрастные подойдут. Но вот видите, вот такой нюанс, что они очень много жидкости. Или жидкость такая, что они прям вот, не знаю, у меня спадают с лица. Надо ждать, но 5-10 минут. Держу их побольше, там 20 минут. Не знаю, сколько здесь рекомендуют. Вот, держать. А так они неплохие. За такую цену, 60 патчей, за 200 рублей. Так что смотрите иногда. Если вам что-то нужно из косметики, а зону в Алберис дороже, смотрите на Яндекс.Маркет. Часто бывают скидки. Так, следующая была покупка. Это фильтр для пылесоса. Philips с пылесоборником. Я сейчас, конечно, понимаю, что у всех там пылесосы, робот-пылесосы. Но мне не подходит робот-пылесос, потому что у меня ковры, и он в какие-то места, в углы не залезет, робот-пылесос. Я понимаю, есть беспроводные такие, которые как электровеник, но мощность слабая всасывания. Это надо дорогой брать, там, не знаю, тысяч за 70-80, да, может он хорошо будет работать. Вот, этот меня устраивает. У меня есть обзор на канале на этот пылесос Philips 84-72. Да, он тяжеловат, но он хорошо всасывает. Я подумала, что я буду мучиться покупать на Алиэкспресс. Раньше вот эти фильтры посмотрела на Яндекс.Маркет. Этот фильтр стоит 300 с чем-то рублей. Сейчас попробовала, все подходит. Вот у меня предыдущий фильтр. Да, они, конечно, отличаются. Ну, вот видите, просто менять пора. Конечно, можно мыть, но по размеру я сейчас ставила, все подходит. Все подходит. Только я не знаю, зачем вот это. У меня вот этого не было, когда я на Алиэкспресс заказывала. Ну, это понятно, что может быть не оригинал. Вот, но для многих моделей, это знаете, как магазин. Твоя деталь, запчасти для бытовой техники на Яндекс.Маркет. Вот. Ну, зачем переплачивать. И, ну, фильтр желательно, ну, два раза в год точно менять. Ну, или мойте его. Вот. 84,70, 84,79, 86,60. Он у меня работает вообще шикарно. И я очень довольна. Сейчас сами, знаете, технику плохо делают. Она ломается чаще. Берегите вот, если вы хороший пылесос покупали. Ну, что-то вот такое вот. Берегите сейчас такую технику. Сейчас уже качество не то. Ссылочку тоже оставлю. Может быть, кому-то пригодит. Следующая покупка на Азоне. Это корм Монш. Я помню, что он в том году пропадал. Были проблемы с поставками. Сейчас многие, у кого собачки, кому там, знаете, лечебная корма, или для кошек, или для собак, есть проблемы с качеством. И мы когда увидели, я случайно увидела, для снижения веса нам собаке нужно. Смотрю, Монш есть. И выгодная была цена именно на Азоне. Она где-то 2,250. Сейчас он стоит 2,450. Это тоже нормальная цена. За 2,5 килограмма. У нас собака на этом корме может скинуть и 500 грамм и килограмм. Здесь основной рацион лосось и бурый рис. Омега для шерсти, кожи собаки. Так что он с удовольствием ест. Корм пришел запечатанный. Конечно, были проблемы, что долго шел. Предупреждаю, где-то 5-7 дней. Так что заказывайтесь заранее. И смотрите, срок годности до 22, 11, 25 года. Кто-то Хилл заказывает. Мы тоже когда-то сидели на Хиллсе. Здесь есть таблица, сколько нужно от подвижности собаки. Хоть тут рассчитано, да, написано вес 12 килограмм. Но мы знаем примерно. Вот, родовец хороший. Так что Монш появился. Роял Канин не рекомендую вам вообще. Ни для кого, ни для собак. Ни для кошек. Вот такой он крупный, имейте ввиду. У нас собака ест, грызет. У нее зубы, слава богу, на месте пока. Но он такой, с удовольствием ест его. Ну, не такой жирноватый. Так что классная упаковка. Я люблю, когда вот так открывается. Так что не реклама. Просто, кто не знает, потому что и проблемы сейчас с лекарствами для собак, сами знаете. И кто какую прививку, проблема тоже. Даже супрастинку, или это еще какое-то лекарство, чтобы у собаки аллергии не было. Ну, много всяких нюансов. Спасибо, что хоть какие-то аналоги, хоть что-то поступает, хоть какие-то аналоги, даже лекарства есть для собак. Ссылочку оставлю. Следующая покупка хозяйственная, обычная, не знаю, метла с веником, да. 450 рублей в хозяйственном. Просто со временем у нас, ну, похожая была, только другая немножко видом метелка была. Уже вот здесь все завернулось, ну, в плохом состоянии. Здесь нормально. Она такая еще фиолетовая была, были серые. Ну, обычная, вот видите, обычная палка. Ничего особенного, да. Вот, хозяйственная покупочка. Делает ленивка комплект Люся. Самое главное, вот когда вы покупаете такие, да, метелки, чтобы вот здесь вот было вот это вот покрытие. Если его не будет, то плохо заметать будет. Это я вам сразу говорю. Многие такие продаются вот без этой штуки. Обязательно. Даже с собак, когда покупаете, чтобы вот эта штучка была. И последняя покупка в этом месяце, это в магазине Остин. У мужа оставался купон от голосования. Ну, вы все, наверное, кто в Москве, голосовали. Сейчас в сентябре опять новое будет голосование. Он выиграл тысячу рублей. Вот, и мы смотрели, где можно их потратить. Их можно в зенда, можно в аптеку, можно на продукты, можно в кофт. Ну, там видно, какие партнеры. Мы решили в Остин и кофту на молнии. У нас одна кофта уже пришла не в хорошее состояние. И нужно обновить. Осень не за горами. Дожди. И он любит кофты на молнии. Она стоила 1600. Обошлась она нам там дополнительно на сайте минус 20% Остин. Вот. Если вы делаете заказ по стомат, доставка 279. Ну, мы сделали в соседний район, в торговый центр. И муж пришел, померил и забрал. Конечно, это заняло, ну, может, дня 4-5. Да. Самое главное, она ему подошла. Показывать он на себе не будет. Вот. Остин. Там сейчас много скидок. Остин. Мне что-то нравится, что-то мне не нравится. Но к магазину периодически я к этому возвращаюсь. Обычная кофта, толстовка. Там худи есть. Очень много футболок, брючек. Красивых блузок в офис. Платьев. Сейчас покажу. Обычная вот такая кофта. Она не теплая. С обычными спортивными, знаете, штанами. Размеры взяла вроде 50-52. И то он сказал, мне немножко свободно. Но я боюсь, мало ли, она подсядет. Может быть, он будет... Но она немножко должна, мне кажется, кофта спортивная. Немножко не в обтяжку. Немножко быть свободно. Капюшон. Вот. Здесь вроде сейчас посмотрим. Молния, все хорошо. Мне нравится, знаете, что в кофте в этой... Что вот здесь плынка. Да. И внутри вот такая ткань. Та же у спортивных штанов, вы поняли. Я обожаю, когда у кофт спортивных, свитшот. Вот когда вот такая ткань, это очень хороший показатель. Не синтетика. Так, здесь у нас 60 катон, 40 полиэстер. Делает Китай. Стоила она вообще 3 600. Она не стоит 3 600. Максимум до 2000. Она стоит размер 50-52. Вообще рост 182-184. Ну вот обычная такая кофточка. Два кармана гонять. Не знаю, будут катышки, не будут. Что с ней произойдет. В итоге он заплатил за эту кофту 279 рублей. Но это смешно. Так что если вы выигрывали 1000 баллов или 5000 или 3000, используйте. Только, смотрите, в Зендон только на кассе. В Снежной Королеве только на кассе эти купоны, я знаю. В Спортмастере можно применить. Там тоже доставка в постамат, тоже 279 рублей. Вот. Так что. Ну не знаю, могу вот так примерить. Кофточку, хоть я в платье. Ну это платье-рубашка. Ну давайте вот. Ну она у меня большая. Вот, мы поняли. 50-50. Такая обычная кофта. Но черный цвет не идет. Легкая такая, вот знаете, дождик. Накинул футболку, кофту. Спортивные штаны. Ну, я думаю, неплохо. Со штанами, да, там пишут, что отзывы не очень хорошие. Так что. Берите сейчас скидки, распродажи. Готовьтесь заранее к осени. Применяйте купоны. Пишите, как вы относитесь вообще к магазину оси. Нравится вам, не нравится? Какие любите именно магазины? Может, вы его любите, там, не знаю, финфлайр. Что у нас там подороже? Есть такой магазин, который подороже. Леди и джентльмен. Ну там очень хорошо верхнюю одежду брать. Знаете, шубу, кожаную куртку. То есть за 30-40-50. А когда скидки. Как же у нас этот называется? Стокман. Многие, мало ли, любите магазин Стокман. Вот такие были покупки за июль месяц. Надеюсь, было интересно, полезно. Пишите ваши комментарии. Подписка. Лайк. И будем прощаться. До новой встречи. С вами были Аниси Наглазки. Всех целую, обнимаю. Добра, позитива вам желаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok